архимандрит пётр кучер беседы и поучения после разделения церквей на западную восточную после вселенского раскола происшедшего официально в 1054 году западная христианская церковь ныне называемая католическая оскудела благодатью она извратила христово учение о спасении в результате чего запад натворил много и других бед последствия которых мы видим сегодня отпал от христа уклонившись от истинного богопочитания католики сегодня стали не просто еретиками а вселенскими разбойниками ибо они убивают своих братьев православных христиан но хотя католики отпали от вселенской христианской церкви господь не оставил их без присмотра ибо если 2000 лет назад он пришел к язычникам чтобы их спасти то тем более не может оставить без помощи крещенных христиан потому что господь есть совершенная любовь и вот такую помощь подал господь католической церкви мощами и иконами святынями которые попали на запад во время крестовых походов одиннадцатого тринадцатых веков конечно эти крестовые походы были выражением зла запада потому что человек который отпадает от бога сразу озлобляется становится похожим на хищника у него чешутся кулаки обнажаются зубы и он ополчается на христа потому что теряя благодать люди сразу подпадают под духовную и административную власть сатаны врага христа отошел человек от бога чуть удалился не ощущает что господь держит его за руку и все сразу хватают его бесы и уводят подальше и вот отпал от истинной церкви из рати учения католики оскудели благодатью но господь попустил им пойти на восток где они ограбили вселенскую христианскую церковь взял множество чудотворных икон бесчисленное количество мощей и другой святыни и увезли все к себе на запад для чего для того чтобы молясь неправедно недополучая питание для души они бы получали помощь от молитв и предстательства тех святых мощи иконы которых они забрали к себе таким образом была оказана усиленная помощь раненым бесами западным христианам ровно 912 лет назад в 1087 году купцы из венеции и города барры отправились на восток к берегам малой азии теперь это территории турции они отвезли туда хлеб продукты и другие вещи не столько заботясь о благоденстве восточных христиан сколько замыслил тайное секретное дело купцы распродав свой груз поближе к мирам ликийским ночью причалили к берегу самого города где в одной из церквей хранились мощи святителя николая чудотворца зная о нерадении православных итальянские купцы решили выкрасть эти мощи конечно восточным христианам надо было быть немножко побдительнее изучить духовную атмосферу того времени ведь произошел разрыв между христианами и западные утратил благодать стали разбойниками и ворами в в том что православные были нерадивы можно и не сомневаться давайте мы посмотрим на себя оглядимся вокруг мы сейчас такие же нерадивы как и они тогда когда дитя избалована и присыщена то становится неосторожным не внимательным не бдительным такой ребенок думает что всегда будет плавать в благодати как вареник в масле так и восточные христиане тех времен они обладали несметными неисчислимые сокровищами мощами иконами самое главное истинной верой и благодатью всего было в достатке на этом корабле церкви которые сейчас везет истинных православных христиан к берегам царства небесного и вот ночью высадившись на берег итальянские купцы изучили ситуацию сделали как говорят военные обстановку изучили местности осмотрели все и подкрались к нужному храму его сторожили четверо охранников которые относятся беспечно к своему послушанию возможно прикорнули на посту поэтому купцы беспрепятственно связали сторожей закрыли им кляпам уста отвели их такое место откуда они не смогли бы быстро выбраться забрали мощи были таковы когда же последний итальянский грабитель из бар сел на палубу корабля охранники наконец освободились и побежали докладывать епископу но было уже поздно итальянцы помахали им ручкой увезли бесценное сокровище мощи святителя николая чудотворца такую ситуацию вполне возможно представить и в наши дни и в нашей жизни ночью по своему нерадению проспят монастырские дежурные а грабители забегут вытащат что-нибудь и через минуту их и след простыл пока сестры хватятся пойдут будить благочинную мать георгия унесли то то и то то уже и концов не найдешь так и тогда было мощи святителя николая чудотворца хранятся теперь церкви итальянского города барры и до сего дня источают мира правда последнее время мира выделяется не так обильно видно по нашим грехам но все равно чудо из сухих костей из скелета говоря на медицинском языке уже сколько столетий течет неоскудеваемый источник мироточения люди приезжают со всего света помазываются набирают собой мира развозят близким и по вере получают исцеление это благодать божия течет через его угодника который стал ее проводником это свидетельство высочайшей святости да простит нас господь за такое сравнение но думается что она близко к истине чем больше чудес источают мощи тем более благодатный был этот человек святой угодник и так мощи украли итальянцы католики они много тогда расхитили святынь у восточной церкви были крестовые походы на святую русь которые отбивал святой благоверный великий князь александр невский и они опять откатывались на восток разоряли византию грабили ее древнюю столицу константинополь царь град ныне это турецкий город стамбул мощи древних святых развезли по всей европе мощи святого преподобного антония великого почивают на юге франции мощи святых мучениц веры надежды и любови находятся в германии в страсбурге в германии также находятся мощи восточных волк волков которых привела вифлеемская звезда к спасителю на его рождество и так далее и так кажется основательно ограбили обограли католики восточную церковь а тем не менее истинные христиане православные не обеднели от этого жалко конечно святынь но что сделаешь православные христиане не обеднели потому что у них правильно открыты духовные уста куда тетет источник благодати духа святого млека манна небесная у них правильное общение с богом они правильно исповедуют веру правильно славят бога и просят у него милости щедрот вот что самое главное православные живут по тем правилам и законам которые установил сам господь наш иисус христос и нет у них никакой отсебятины а это говорит о том что они скромны не горды ибо часто те которые много знают люди с академическим образованием много о себе думают и по гордости упадают в прелесть вот допустим один профессор который преподает московской духовной академии отрицает святость николая второго уж невеждам это было бы хоть как-то простительно но не человеку имеющему семь пядей во лбу и звание доктора богословия разве можно говорить такую ересь и оскорблять не только православную россию царя но и царя небесного пославшего своего угодника пострадать за всю россию помните как введение святому праведному иоанну кронштадтскому было явлено что господь стоит подаркой и к нему подходит царь николай второй господь требует у него отчета за отечество и говорит выбирай или ты погибнешь или россия и царь николай ответил меня истреби а россию спаси и вот мы с вами живем уже 80 лет после революции только благодаря мученическому подвигу царя николая второго и его святой семьи которые принесли себя в жертву за нас за наших отцов за всех неизвестно чтобы было если бы царь сказал нет меня спаси а россию погуби он этого не сделал и это говорит о том что царь мученик николай второй был совершеннейшим христианином действительно подобным образу царя небесного помните как библейской истории описан момент когда бог на синайской горе вручал скрижали завета десятисловие моисею сотрясалась синайская гора над которой сгущались черные тучи а на темном небе сверкали молнии господь сошел на гору и говорил с моисеем а в это время внизу на равнине израильский народ во главе с аароном вылил себе золотого тельца и поклонялся бесам тут уж не было предела гневу божию но моисей все-таки смог утолить и умолить своим смирением бога говоря ему спаси народ не наказывай лучше меня истреби господь удивился его самопожертвованию любви к людям и помиловал израильтянск израильский народ вот так обстояло дело и перед революцией 1917 года возвращаясь к теме сегодняшнего праздника хочется рассказать вам два-три случая чудесной помощи святителя николая чудотворца нашим современникам житие его пересказывать мы не будем так как все православные христиане его хорошо знают где-то в 70-е годы нашего столетия один мирянин собрался порыбачить дело было в эстонии в марте месяце лед еще лежал у берегов но видимо начал подтаивать и вот этот человек сидит рыбачит на удочку поглядывают ловись рыбка большая маленькая а пока рыбка ловилась а может и не ловилась он не заметил что льдину оторвало от берега и понесло его ветром за большими рыбками вглубь балтийского моря пока он опомнился глядь а берега уже не видно тот он хватился и давай молиться богу призывать всех святых которых знал когда упомянул имя святителя николая чудотворца смотрит откуда ни возьмись подходит к нему сзади старичок фуфа очки и говорит ласково но теперь уже ничего не бойся все будет хорошо берег уже видно пока они разговаривали этот человек смотрят и правду появился берег рядом а старик пропал видимо господь специально так управил чтобы подтолкнуть через такое чудесное событие этого мирянина на путь священства льдина причалила и он сойдя с нее на землю сразу решил хочу быть священником славить бога и его святого угодника николая чудотворца второй случай произошел тоже в конце 70-х может начале 80-х годов в городе ростове-на-дону заходит как-то в кафедральный собор рождества пресвятой богородицы молодой мужчина на вид ему было не больше сорока лет купил свечи со слезами на глазах ходит по всему храму смотрит на стены на фрески рассматривает иконы как будто что-то ищет литургия к этому времени уже закончилась служили панихиду а бабки вы сами знаете какие любопытные давай спрашивать что такое случилось сыночек он ему рассказал что работает летчиком испытателем и когда на очередном новом самолете он поднялся в воздух двигатель вдруг заглох летчик катапультировался как и положено по инструкции но чтобы не разбиться самолетом выбросил один парашют но он не раскрылся дернул запасной этот заклинил и вот они падают с трехкилометровой высоты самолет себе а летчик себе и тут он смолился господи прости меня грешного спаси я молод хочу жить я буду славить тебя и исправно служить отечеству так он молился летел вниз какое-то время как друг почувствовал что кто-то его бережно взял сзади подмышки опустил на землю летчик оглянулся и видит стоит старичок с бородой фуфаечка на нем простенькая такая поставил парня на землю улыбнулся и исчез рассказал это летчик тем временем подошел к иконе святителя николая и говорит вот я нашел кого искал это он меня спас а бабки ему в ответ да это же николай чудотворец сынок расплакался летчик слезами благодарности богу и его великому святому не перечислить сколько было случая чудесной помощи святителя николая за всю историю христианства если собрать все чудеса в одну книгу то она будет гигантских размеров не зря он называется угодником божиим поистине угодил богу выполнял его волю и самое главное имел ревность о славе божией все на пути сметал чтобы прославить бога и угодить ему наставляя христиан и приводя свое словесное стадо ко спасению аминь 22 мая 1999 года источник архимандрит петр кучер блюдите уба как опасно ходите по благословению архимандрита кирилла павлова